С 30 октября в столице начнется отопительный сезон. Решение было принято после понижения температуры в ночное время суток, когда столбики термометров опустились ниже 10 градусов со знаком «плюс». Но не все кишиневцы рады подключению к теплоснабжению, поскольку это означает дополнительные расходы. Другие не стали дожидаться подключения к центральной отопительной системе и пустили в ход переносные обогреватели. По словам руководителя предприятия «Термоэлектрика», бытовые потребители могут самостоятельно потребовать отключения услуг. Любой потребитель может подключиться к отоплению и отключить услуги. В течение дня можно прекратить подачу отопления и вечером вновь подключиться. Чтобы не замерзнуть в холодных квартирах, многие пустили в ход обогреватели. Правда, счета за электроэнергию при использовании кондиционеров и переносных устройств приходят немалые. Действительно очень холодно, ноги мерзнут, нужно всегда включать обогреватели, а потом придут счета. Холодно и сыро в доме, даже говорила с дочерью по этому поводу. Не подключили отопление, совсем замерзли. Включаю плиту, чтобы хоть немного согреться. Я надеюсь, что они одумаются уже ноябрь. Надеюсь, что до выборов дадут отопление. В нашем доме централизованное отопление. Сейчас холодно, но это можно решить. У нас стандартное решение. Радиатор подключаем. Нашли среди наших собеседников и те, кто считают, что начинать отопительный сезон еще рано, а погода еще позволяет немного повременить. Ведь если обогревать квартиры уже сейчас, придется серьезно потратиться. У нас есть котел. Мы независимы от централизованной системы. Квартира очень теплая на третьем этаже. Мы можем потерпеть и без отопления. Мы хорошо обогреваемся. У нас есть кондиционер. Он дает немного тепла. У нас автономное отопление. Мы включаем его, когда хотим. У нас автономная система. Мы уже неделю как отапливаем. У меня автономное отопление, поэтому мне в принципе нормально. Оно включилось, и все тепло и хорошо. Еще не так холодно, слишком рано. Может, тем, у кого совсем маленькие дети. Наши внуки уже взрослые. Нормально. До сих пор в Кишиневе 530 учреждений жилых домов были подключены к теплоснабжению. Запросить подачу отопления можно было еще в конце сентября.